Здравствуйте дорогие друзья! Каждый раз, когда мы приезжаем в гости в компанию ТМФ, мы всегда знакомим вас с какими-то революционными новинками. Но сегодня наш выпуск будет в первую очередь интересен, как ни странно, производителям. Производителям бань-бочек. Но если вы собираетесь приобретать для себя баню-бочку, то обязательно присмотритесь к этому изделию. А какой функционал скрыт в этом новом устройстве, вы сейчас узнаете. Константин Евгеньевич, здравствуйте! Привет, Женя! Рад тебя видеть. Взаимно, в наших краях. Сегодня перед нами вновь какая-то блестящая штука, уже в человеческий рост. Что это? Кто это? Зачем оно нужно? Это нужно для оборудования бань-бочек, так называемых. Ну, чтобы более-менее понять идеологию этого изделия, нужно, наверное, принять во внимание тот факт, что бани-бочки в нашем быту, в банной, скажем так, культуре, появились относительно недавно. По крайней мере, они появились гораздо позже, чем привычные нам стационарные бани. И, как всегда бывает, когда появляется некое новое слово, новый конструктив, то оно должно с собой подтягивать и выводить на новый уровень и прочую комплектацию. Ну, в том числе и то, чем мы занимаемся, это печи. И так получилось, что как бы бани-бочки со своей революционной конструкцией, вот этим фабричным изготовлением, интересным конструктивом, который можно взять краном и поставить готовую, комплектовать их надо печами. Но печи-то были все рассчитаны в течение долгих десятилетий на стандартные, типовые стационарные бани. Будь они там из бруса, будь они из бревна, будь они каркасные, все равно у них есть характерные особенности конструктива, как это четко выраженный пол, четко выраженные стены, ограждающие конструкции, четко выраженный, как это называется, потолочный переход, кровельный переход. И понятно, что вот эти печи, предназначенные для стационарных бань, они переехали в бани-бочки. И все привычным образом их что-то монтируют, как-то прилаживают. И почему-то вот никто не задумался, но я, по крайней мере, не был свидетелем того, чтобы кто-то из производителей печей, но сел, посмотрел чертеж бани-бочки и понял, блин, да тут все по-другому, тут надо все делать по-другому. Но смысл в чем? Что у бани-бочки нет выраженной границы между стеной и потолком. У него нет четкой геометрии вот такой прямоугольной. Там могут быть самые разные формы. Это и круг, самый маленький, насколько я понял, соприкоснувшись с этой темой 220 см, по-моему, наружный диаметр. Бывают какие-то овальные, бывают какие-то сглаженные такие округлые прямоугольники. И вот когда я сел проектировать это изделие, первым делом я постарался вообще забыть все, что я знаю про стационарные банные печи. Но нет в банях-бочках не, повторяюсь, привычных конструктивных элементов, на адаптацию которым рассчитаны классические печи. Еще такой момент, прежде чем перейти к функциональному описанию. Я заметил такую особенность, что производители бань-бочек, адаптируя металлические, скажем, изделия к своим деревянным изделиям, занимаются довольно большим количеством таких каких-то несвойственных, странных работ. Они каким-то образом адаптируют металлические штуки, что-то там режут, вставляют как-то там, но занимаются они по специальности. И первое, что я бы хотел сказать, что мы постарались сделать полную технологическую демаркацию компетенций. Вот здесь наши замечательные коллеги занимают свою замечательность столяркой на столярном оборудовании. Вот здесь мы, металлисты, занимаемся обработкой металла. Не важно, что это. Это, допустим, сама печь, или система дымоудаления, или система вентиляции, или система пожарной безопасности, экранирования и так далее от сгораемых конструкций. И концепт такой, вот чем это интересен для производителей бань-бочек, прежде всего, прежде чем перейти к функционалу. Если производитель бани-бочки заинтересуется нашим вот этим комплектом, то ему просто надо будет в своей бани-бочке, неважно, какого она типа размера, формы, сделать одну дырочку, просто всего лишь одну, но я дырочку говорю условно, прямоугольное отверстие, или не знаю, как это сказать, проем, да, по-моему, строители это называются. И туда вставляется вот эта штучка, которую мы называем комплект гвидон. Но почему гвидон? Я думаю, объяснять сильно далеко не надо стараться. Покопался в бочках. Кто обитает в бочках, да, но в бочках обитает их диоген, а наш гвидон. Ну, их диоген пусть он у них будет, а наш гвидон, вот он, здрасте, вот как бы, да. Поэтому производители бань-бочек, обратите внимание на это изделие, оно минимизирует ваши трудозатраты на адаптацию железа к дереву, я очень общего говорю. И, повторяюсь, просто сделать один проем нужного размера, и все задачи, которые должна делать банная печь, и не только банная печь, они будут, это как система одного окна получается, вот сделай одно окно, обрами его, и вот это наши изделия из металла, они создадут в бане нужный микроклимат, поднимут температуру, они согреют воду для мытья, они обеспечат функцию дымоудаления, они обеспечат функцию пожарной защиты сгораемых конструкций нагретых элементов печи, они обеспечат приточную вентиляцию, это мало кто делает. Ну, собственно, вот и все. То есть наша железка вставляется в вашу деревяшку, с огромным уважением к столярным производителям бань-бочек, к их искусствам обработки дерева. Ну, собственно, вот. А давайте сейчас посмотрим, как это все реализовано и что, за что отвечает. Давайте. Первое, на что мы натыкаемся, это бак для нагрева воды. Да, совершенно верно, это бак для нагрева воды, но сразу скажу, можно обратить внимание, что он очень красивый, интересный, да, мы такие серьезные, достаточно штамповую оснастку сделали для его изготовления. Ну, здесь чем он отличается, что это бак, не традиционный самовар. Вы, заглянув в бак, не увидите здесь никакой дымовой трубы, нафиг бы она сдалась. Во-первых, это, как бы, когда вот над баком идет труба, это нарушает эргономику стесненного пространства, бани-бочки. Зачем она здесь нужна? Незачем, потому что это так повелось, да. Дальше очень удобно, вот так вот все, я знаю, вот сколько, много лет я не занимаюсь, все любят большие крышки для бака. И вот это вот отверстие маленькое, его не почистить, там не помыть. Здесь, смотрите, какая здоровая большая крышка. Это практически вот такая 50, ну, без малого 50 литров емкость, которую можно сюда, не знаю, там зачерпнуть черпаком, кто любит. Тут есть кран, конечно, вот такой бак. Как он греется? Ну, представьте, что этот бак стоит на плите. Давайте посмотрим, вот на этой печи видно, что бак нагревается, выходящим дымовыми газами, в которой достаточно много энергии в любой банной печи заключено. И тут ситуация такая, что поверхности нагрева бака должны быть не максимальные, а оптимальные. Но и бак для воды должен быть готовым примерно тогда, когда готова баня. И вот этот бак около 50 литров, он как раз греется, сколько там, 30-40 минут, когда баня будет готова. Нагревается она вот таким вот, как эта патрубка, вот сюда выходит огонь. По сути, это огнеход. И прежде, чем уйти в дымоход, вот через этот элемент, греется донышко бака. Константин Генневич, а как здесь бак располагается? У него есть какая-то там ответная часть? Ну вот посмотрим, вот здесь вот бак меньшего размера, видите, что вот. Давайте посмотрим, вот этот бак большой, а это маленький. Кстати, вот даже самый большой бак адаптирован к геометрии самой маленькой бани-бочки, которая диаметром 220 сантиметров. То есть во все остальные бани большего диаметра или более сложной геометрии весь комплект влезет. То есть он прям минимум-миниморум по геометрии сделан. Кстати, вот можно посмотреть, ну вот он таким образом надевается на, так, вот эту рамочку можно убрать. То есть есть вариант вообще без бака. Если вам вода вдруг почему-то не нужна, то вот это пространство, понятно, наполняется камнями, как у всех печей здесь, не будем на этом заосяднивания, все понятно. Эту рамочку можно вот так убрать. И на каждом баке эта рамочка тоже адаптирована. Можно вот так ее поставить. Ну, при некоторых несложных. Вот у нас, по сути, все. Вот бак смонтирован на печь. Грейте бак, но не хотите бак, убирайте и вернем на место эту декоративную раму. Примерно вот так. Печка-то вся получается сборно-разборная. Да, она сборно-разборная, да. Но есть два варианта печь. Это печь, которая топится из парной. То есть она, представьте, топится, вот, вставляется вот сюда. И печь, которая топится с улицы. Вот. Что еще здесь есть интересного? Вот, если вам туда направить, давайте на этой печь уже посмотрим. Кстати, у нас тут по периметру, вот, со всех четырех сторон, есть отверстие. Да. Что они имеют? Смотрите, вот вся эта конструкция, она довольно универсальная. Если вы ставите печь, которая топится из парной, вот этот элемент разворачивается к экрану. Мы сейчас с ним перейдем. А если эта печь топится с улицы, то этот элемент разворачивается вот так, да, в сторону вот этого экрана, который отделяет улицу от парной. Есть еще такой вариант, что мы прорабатывали с одним нашим партнером, который занимается банями и бочками. Это наш старинный партнер Александр Сорокин, компания «КедрПром». А зрители канала «Фарнаксфилм» знают. Да, 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 конечно. Или в гостях. Даже есть такой вариант, вывести вот этот дымоход для отопления смежного помещения. Вот так. Да, 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 да. Здесь, ну, много чего интересного заложено в этой конструкции. Здесь можно горизонтальный участок, мы испытывали надеть такой радиатор, он есть специальный у нас, и дымовыми газами обогреть соседнее помещение. Да. Одна из таких серьезных проблем, которую производители бань-бочек, я знаю, они с покупателем немножко замалчивают. Это проблема вентиляции парной. Ну, все знают, что находиться в замкнутом объеме, там, где еще повышенная температура, там, где, извините, чем напотели, там, надышали, это очень тяжело даже при комнатной температуре. Потому что когда температура 60 и более градусов, еще влажность, дышать очень тяжело. Но поскольку в банях, бочках, те, которые я видел, реальные, городить вот эти, опять-таки, возвращаясь в привычные, стационарные системы Басту, это и сложно, это и довольно дорого, то, ну, многие производители, как бы так, умалчивают об этой проблеме, которая есть, да. Так вот, вот этот комплект, Гвидон, он решает проблему вентиляции парных. Но здесь это решено немножко нестандартным образом. Мы привыкли как? Так, что движителем воздушных вот этих отработанных масс является нагретая труба, которая, вот это шведское слово Басту, привычное всем Басту, Басту, ну, правильно, Басту, вроде говорили. Она вытягивает воздух из парной, отработанный, тем самым, обеспечивая оптимальный воздухообмен. Так вот, в этой печи здесь решено довольно нестандартно. Мы не вытягиваем воздух, отработанный из парной, а с помощью тепла вот этой печи накачиваем заборный воздух свежий в парную. Таким образом, постоянная струя горячего, свежего, уличного воздуха сюда подается, тем самым, обеспечивает вполне достаточно хороший воздухообмен. Каким образом это реализовано? В комплект гвидон входит вот такой вот короб, который вставляется вот сюда в задние стеночки печи и проходит через вот этот экран, который выполняет функции тепловой защиты пола. И таким образом с одной стеночки, с одной стороны печь нагревает вот здесь вот воздух. Воздух он нагревается, ее плотность понижается, ему никуда не остается задеваться, как подниматься вверх в парную. При этом пустующее вот это пространство, заполняется воздухом, который подается через пол снизу. Таким образом эта печка обеспечивает принудительную приточную вентиляцию. И воздух этот горячий, чистый, поднимается по всей парной и каким-то образом через неплотность парного помещения удаляется. Довольно интересная, как мне кажется, штука, нетипичная. Так что на босту мы сэкономим. Это супер, потому что сами по себе бани-бочки довольно миниатюрные изделия по сравнению со стационарными бани, даже с самой небольшой стационарной бани. И вот эта лишняя суета в парной, куда ты пришел отдыхать, у тебя здесь еще находится дымоход, бак, сама печь тебя пыхтит. И еще тебе нужно подумать о том, как дышать свежим воздухом. Слишком много для одного маленького помещения. Конечно, как я говорил в начале нашего ролика, что мы постарались сделать так, чтобы вот эта железка, которая просто вставляется в бани-бочку, по максимуму решала все задачи, которые должна решать печь. В том числе задача вентиляции воздухопарной, дымоудаления мы здесь решили тоже довольно оригинальным способом. А давайте перейдем к нему. Давайте. Так, ну давайте посмотрим, как выглядит вот этот комплект со стороны экстерьера с улицы. Здесь тоже вот этот вот экран, он решает несколько задач. Но он решает типовую задачу. Это пожарной изоляции тоннеля печи. Причем здесь применена вот эта самая л-образная компоновка печи, которую ДМАФ ввел впервые в 2017 году на Скоропарке 3, которая стала довольно популярной на рынке такая топка сапожком. То есть дрова здесь помещается при всей миниатюрности печи длиной до 50 сантиметров. Ее можете жечь дрова прямо вот здесь перед стеклышком. И вот чтобы я подумал, коли вот здесь есть такой серьезный элемент пожара и теплоизолирующий. Кстати, здесь вот с этой стороны это толщина экрана 50 миллиметров, вся толщина бань-бочек где-то 45 миллиметров. Вот здесь вот, ну, напрягите воображение, представьте, что здесь вот ограничивающая конструкции бань-бочек, да, это они вот здесь вот деревяшка. Вот это вот, да. Мы решили здесь же запустить дымоход. Вот мало того, что неудобно, когда дымоход находится в этой вот в тесной достаточно парной бани-бочке, здесь он еще, я повторяюсь, проходит с диким нарушением пожарных норм безопасности. Так что вот этот экран, вот этот экран, он занимается пожарной изоляцией, сгораемых конструкций деревянной бани-бочки не только от топливного тоннеля, но и от температуры выходящих газов. Так что вот видите, вот какое расстояние большое от дыма, как говорят пожарные, до дерева. И совершенно несопоставимо с тем, что делается сейчас вот при прохождении условного потолка в бани-бочке. Здесь у нас прям отсечка такая. Да, это не то чтобы отсечка, это экран. Но если опять мы напряжем пространственное воображение, помимо, что вот здесь идет уже конструкция бани-бочки, здесь вот установлен экран, который экранирует излучение вот этой вот трубы дымовой от сгораемых конструкций, будь то кровля или деревянные конструкции. Можно что еще сказать, что здесь видите, когда вот мы имеем вот такой выход дымохода, не нужно мастер-флешей, не нужно сэндвичей, ну и не нужно разного художественного выкиливания под разными углами в конструкции бани-бочки. Здесь, кстати, вот кронштейн дымохода, он еще является таким небольшим зонтиком, который закрывает не зонтик, а козыречком, маркиза или как это называется, вот такой зонтик от осадков, ну который предохраняет немножко топливный тоннель, печи, весь экран. Просто поаккуратней от дождичка, да. Посмотрите, здесь есть вторая конструкция печи, которая вот здесь представлена, а эта печь, ну такая, как бы я сказал, финский что ли вариант, или северо-западный, ленинградский, питерский, для идейных любителей топить из парной, такой вариант предусмотрен. То есть комплект экранов, дымоходов и всего прочего, принудительной вентиляции вот этой, остается тот же самый, просто вместо вот этой печи ставится вот эта печь, которая, да, топка у нее покороче, чудес не бывает, дымоход выводится, ну вот она вот, сюда ставится, эта печка, и топите на здоровье из парной, но мне кажется, удобнее с улицы, вот честно говоря, больше преимуществ. вот эта штука вот так туда ставится, и на здоровье. Какая печь банита без каменки? Да, ну здесь то, что называется вентилируемая открытая каменка, это вызван несколькими соображениями, ну, одно из главных, это безусловно цена, потому что можно сделать тот же самый комплект с печью с закрытой каменкой, но это, вы знаете, существенно дороже, поэтому здесь, ну, такая классическая схема с открытой каменкой, здесь помещается около что-то килограмм 80 камней, это вполне для небольших парных хватит, да, ну и вот я скажу, как подавать, спросите, да, если бак сверху, так, да, есть разные штучки у нас, ну, представим, что вот здесь вот, так, бак, да, это наоборот рамку мы сняли, поставим бак, ну, как-то вот, так у нас, ну, примерно так ставится бак, и для того, чтобы попасть на камни, которые вот здесь лежат, у нас есть давно разработанная вот такая штучка, к стене приделывается, возле полочка вот на кронштейне, вот такая вороночка, по стене проводится или за стеной, для особо эстетов, значит, чтобы не было видно, трубочка, которая дальше вот подается прямо вот сюда в каменку. Супер. Да, это старая-старая вещь, вот знаете, я скажу, я был в седьмом классе, черти, когда давно, так вот на Алтае в банях такие штуки вот вообще были очень популярны. Приделали на полочке и подаете, прямо не вставая с полка, вот сюда разные, кто что любит, кто отвары, кто там водичку ароматизированную, кто просто воду. И водичка попадает в печь непосредственно, ну а там разные распределяющие устройства, пушки, там не пушка, как это называется, это тоже, про это говорить не надо, это все прекрасно знают. Ну, посмотрите, значит, комплект защиты экранов состоит из экрана напольного, он же подиум, который выполняет пожарную защиту пола. Есть экран, который вставляется в проем, через который производится топка печи и дымоудаление, через который проходит дымоход. Еще в комплекте предусмотрены такие вот конструкции, которые я не настаиваю, чтобы их люди покупали, не обязательно. Здесь, если кому-то понравится, то могут сделать вот так. Если не понравится, пожалуйста, делайте из, как это называется, разные материалы есть, другие, это, ну вот это, вот. Ну, как нам кажется, вот этот комплект закрывает все потребности производителя бань-бочек для того, чтобы обеспечить не только функцию, мне кажется, эстетику еще, да. Я думаю, что вот то, как мы работали над дизайном, какую оснастку разработали для этого, ну, это станет, ну, я нескромно скажу, украшением любой бани, да, насколько это эстетично, аккуратно и, ну, функционально, само собой. Друзья, как вы считаете, может быть, неоправданно, компания ТМФ ограничивает область применения этих печей, и вы бы захотели видеть у себя в стационарной бане такой замечательный комплект? Напишите нам в комментариях, нам будет очень интересно узнать ваше мнение. Константин Евгеньевич, действительно, в стационарную баню встанет такая печка? Да, почему не встанет? Конечно, встанет. Ну, вообще, если говорить о кубатуре, мы, конечно, безусловно, привязывали к самым ходовым объемам бань-бочек. Вот эти наши усилия по минимизации всяких торчащих железяк, они актуальны, прежде всего, в небольших парных. Самые ходовые объемы парных в банях-бочках, ну, я думаю, это вот 6, 8, 12 кубов. Вот на эту кубатуру, вот это наше изделие рассчитано, испытано, все уже хорошо и все классно. Материал? Материал нежавейка, потому что, ну, те, кто захочет очень дешево, ну, найдут с десяткой производителей, которые предложат более дешевые варианты, мы там не конкурировали, там, сегменты. А тому, кто захочется функционально, красивенько и приятненько, ну, вот нам придут. Актуальную цену вы узнаете на сайте farnax.ru сразу же, как только это изделие появится у нас в интернет-магазине и в магазинах Farnax в городе Новосибирске. Константин Евгеньевич, желаю вам запуститься как можно скорее, потому что вещь очень нужная, и я думаю, что все те, кто поторопился с покупкой бани-бочки и установил туда обычную стационарную печь с кучей нагромождения различного очень сильно пожалеет, так что давайте скорее, скорее, скорее. Хорошо. Спасибо же.